Результаты исследований космоса в инфракрасном диапазоне. На границе Солнечной системы он зарегистрировал гигантскую красную планету. Американские астрофизики Джон Матисс и Дэниэль Уитмайер из Луизианского университета в городке Лафайет ждали этого момента 12 лет. В 1999 году они предположили, что далеко за орбитой Плутона должен находиться массивный объект по своим размерам, превышающий Юпитер в несколько раз. И сейчас у них есть этому факту неопровержимые доказательства. Мировую сенсацию Национальное аэрокосмическое агентство НАСА назначило на март 2012 года. Планета Х действительно существует. Американские ученые согласились дать эксклюзивное интервью специально в программе «Тайны мира». Вы будете первыми, кто узнает все подробности сенсационного открытия. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Ее существование было предсказано. Наличие у Солнца далекого массивного спутника. Новая планета Солнечной системы. Оно, конечно, напоминает по размерам Юпитер. Планета Х. Причина земных катастроф. Астероиды-убийцы. Пладение котой проводят, по сути, глобальную катастрофу. И однажды она уничтожит жизнь на Земле. Погибнут вплоть до всей цивилизации. Конец света. Дата назначена. Приходит на 21 декабря 2012 года. Есть ли шанс выжить? Это жуткое апокалиптическое событие. Тайны мира. Апокалипсис сегодня. Сотрудник Луизианского университета США астрофизик Джон Матисс не может сдержать эмоций. Открытие новой планеты в Солнечной системе событие эпохальное. Это кардинально может изменить современные представления об истории планеты Земля и зарождении на ней человеческой цивилизации. Эволюция движения небесных тел в нашей Солнечной системе. Как ходят планеты, астероиды, зарождение жизни. Все это будет пересмотрено. Планету Икс невозможно обнаружить при помощи обычных оптических телескопов. Она слишком далека и холодна. Но ее можно рассмотреть в инфракрасном диапазоне. Внутри нее, возможно, происходят ядерные процессы. По утверждению ученых, обнаруженное ими планета имеет много общего с Юпитером. Они обе являются газовыми гигантами. Оно, конечно, напоминает по размерам Юпитер, однако превосходит его массу в пять сотен раз. Юпитер, как известно, на 70% состоит из водорода, на 25% из гелия и еще на 5% из тяжелых элементов. Предполагаемое местоположение планеты Икс самая отдаленная и малоизученная область Солнечной системы, так называемое облако Оорта. Оно состоит из газа, ледяных глыб и различных окаменелых минералов. Астрономы называют все это мусором. Это то, что было не востребовано при строительстве планет Солнечной системы. Это как резервуары кометных тел, которые могут попасть когда-то в окрестности Земли, ближе к Солнцу. Эти строительные отходы создают вокруг всей Солнечной системы плотное сферическое облако. Планета Икс находится с его внешней стороны. Расстояние от этого облака до Земли один световой год. Это тело сейчас находится в районе Оортова облака комет и там ходит по своей орбите. Оно находится от нас на расстоянии в 25 тысяч раз больше, чем расстояние между Солнцем и Землей. Облако Оорта считается родиной абсолютно всех комет в Солнечной системе. Когда-то они имели правильные круговые орбиты, но что-то заставляет их срываться с привычной траектории и направляет в центр к Солнцу. Какое-то воздействие время от времени выбрасывает кометные ядра на Солнечную систему. Почему кометы неожиданно меняют свою орбиту в облаке Оорта на вытянутую эллиптическую и направляются к Солнцу? Какая сила заставляет их это делать? Ответы на эти вопросы до сих пор не были найдены наукой. Давно проводятся попытки в орбитах долгопериодических комет посмотреть какую-то систематику, которая бы выдала природу вот этого таинственного внешнего воздействия. Американские астрофизики Джон Матисс и Дэниэль Уитмайер из Луизианского университета США посвятили исследованию облака Оорта последние 20 лет. Интерес ученых прежде всего был обращен к изучению орбит комет и карликовых планет, расположенных на окраине Солнечной системы. Существует статистически значимая перенасыщенность комет в некоторых поясах неба. В частности, в рассеянном диске. Это и было зацепкой для обнаружения объекта. Рассеянный диск или пояс Койпера – это обширная территория, которая простирается между Нептуном и сферическим облаком Оорта. Она заполнена кометами, астероидами и карликовыми планетами. Плутон – самая большая из них. Седна – максимально удаленная от Солнца. Сравнив их орбиты, ученые пришли к выводу – какая-то невиданная сила притягивает их к себе. Несмотря на то, что на них действует сила притяжения нашего светила, мы наткнулись на проявление силы притяжения внутри облакого Оорта, которое было просто неимоверным. Возник вопрос, что может создавать такое поле? Скорее всего, это объект, сравнимый по размерам с Юпитером. В 2009 году на орбиту Земли был выведен космический телескоп ВАИС. В декабре 2010 года с него были получены первые снимки. Вот эта маленькая красная точка и есть планета Икс. Теперь, благодаря этим фотографиям, тайна появления комет в Солнечной системе раскрыта. Это было действительно большой загадкой. Почему кометы неожиданно срываются с мест и летят в нашу сторону? Но теперь нет никаких сомнений. Эта планета действует на них гравитационной силой и выбрасывает вовнутрь Солнечной системы. В процессе движения по орбите планета Икс своим мощным гравитационным полем захватывает в облаке Оорта комету. Притягивает ее. Далее вступают законы небесной механики. Обогнув массивное тело, болид получает стремительное ускорение и, как из прощи, вылетает в сторону Солнца. Возможная угроза жизни на Земле уже в пути. Американские ученые решили назвать новую планету в честь богини удачи Тюхи. Интересно, знали ли они, что древние греки приписывали ей вздорный характер? Древнюю богиню одолевали противоречивое желание безграничного контроля над своей и чужими жизнями. Около 6 миллионов лет назад была сорвана со своей орбиты в облаке Оорта и направлена в сторону Земли комета. 10 декабря 2010 года астроном-любитель Леонид Еленин из подмосковных Люберец первым обнаружил ее на звездном небе. Это была моя, наверное, школьная мечта – открыть комету. Мой статус официальный, он, в принципе, любительский. Мог ли Леонид, будучи мальчишкой, хотя бы представить, что в Международном астрономическом союзе комета получит его имя – имя первооткрывателя Еленина? Работаю один, я составляю программу наблюдений, выбираю, где я буду снимать, управляю телескопом, обрабатываю снимки и так далее. Работа не эпизодическая, она постоянная, поэтому когда-нибудь, наверное, удача должна была улыбнуться, но вот она улыбнулась. Эти фотографии были сделаны в марте 2011 года. Огненный болид, разрезая темное небо, двигался по направлению к Солнцу. Благодаря этим снимкам ученые смогли точно рассчитать параметры кометы. Диаметр ее ядра – 4 километра. Кома, то есть огненный хвост – 80 километров. Во всем мире открытие российского астронома-любителя вызвало широкий резонанс. У нее была интересная орбита. Не часто кометы приближаются так близко к Земле. Комета Еленина или С-2010Х1 16 октября 2011 года прошла в 38 миллионах километров от Земли. Болид имел необычайно яркий голубой цвет. Невероятно, но у североамериканских индейцев из небольшого племени Хоппи есть предсказание, которое в точности описывает появление этой кометы. Звезда с синим хвостом называли они ее. Встреча с ней сулила человечеству грядущие катастрофы, разрушения и гибель всего живого. Маленькая вероятность может привести к глобальной катастрофе, когда погибнут вплоть до всей цивилизации. Далее в программе. Великий парад планет. День гибели человеческой цивилизации. Придет синхронизирующий импульс. Предсказание американских индейцев. Эпоха известна как 4 землетрясения. И открытие российского астронома. Кометы, они изначально исторически связывались со всякими катастрофами еще на Земле. Почему комета Еленина вызывает землетрясения? К сожалению, в каждом землетрясении работают разные предместники. Я раскрою все тайны. Индейцы Хоппи сегодня живут в резервациях в северо-восточной части Аризоны в США. Ораиби – их неофициальная столица. Численность самого племени всего лишь около 6 тысяч человек. В языке Хоппи нет понятия времени. Есть только слово «сейчас». Любой в племени знает. Время – это непрерывный энергетический поток без прошлого, настоящего и будущего. Жизнь – это лишь мгновение между рождением и смертью. Из покон веков индейцы хранили древнее пророчество. На Землю спустится великий белый потерянный брат Паган и принесет с собою зарю пятого мира. Он заберет лишь чистых сердцем людей, а остальные вместе с Землей будут уничтожены. Что значит «Земля должна стать новой»? Избавиться от всего лишнего. Все лишнее, что, например, на Земле происходит или создается, происходит и создается посредством человека. Единственный из всех биологических видов на планете, который искажает естественный порядок – это хомо сапиа. Но этому должно предшествовать предзнаменование. Согласно преданиям Хопи, в небе появится Качино-Сакваху, что означает «Голубая звезда». Когда она станцует на рыночной площади и снимет маску, наступит время великого испытания. «Мир покачнется туда и обратно, и Земля разверстнется». В эпоху перемен всегда кажется, что мир погружается в хаос. И древние майя говорили о том, что эпоха, в которой мы живем, она называется эпоха землетрясения. Индейцы Хопи называют грядущую катастрофу словом «хайя-нискацы», что означает «мир, вышедший из равновесия». Интересно, что у всех древних индейцев Америки есть предсказания о грядущих катастрофах. И они очень похожи по смыслу. Майя верили, что переходу из четвертого мира в пятый будет предшествовать цикл из девяти землетрясений. Ацтеки утверждали, что сейчас идет эпоха Олин-Тона-Тиу, солнцеземлетрясений. Эпоха известна как четвертая, четыре землетрясения. Пророчества говорят, что Земля будет менять свой лик. Исследователи культуры древних индейцев Америки утверждают, существует даже точная дата окончания четвертого мира или четвертого солнца. 21 декабря 2012 года. В этот день закончится 13-й Бактун, так называемый большой период в календаре Майя. Он равен 144 тысячам дней. 13 умножить на 144 тысячи дней получается 5200 лет. Получается дата как раз 21 декабря 2012 года. Это и есть пророческий календарь 13-й Бактун. Город Киригуа. Он находится на территории современной Гватемалы в Южной Америке. Когда-то здесь процветало независимое государство древних индейцев майя. Его величие пришлось на 9 век нашей эры. Но потом оно резко пришло в упадок. В 1840 году на развалины древнего города приехал английский художник Фредерик Казервуд. Величественные извояния вождей майя, храм Бога Солнца и жертвенные пирамиды. Увиденное поразило европейца. Удалось быть в двух экспедициях в Мезоамерике, в Мексике. Те архитектурные комплексы и то наследие, которое оставили майя через архитектуру, оно очень необычно, потому что ни один камень, ни одна пирамида, ни одно строение не стоит так просто. Все несет какой-то свой внутренний смысл, свое наполнение. В так называемом парке времени английский художник Фредерик Казервуд обнаружил 4 гранитные стеллы, своеобразные скульптурные календари. Каждая стелла посвящена одному из солнц, то есть одной из эпох майя. Позже исследователи обнаружили на них дату начала четвертого мира. Там расположена стелла, где как раз обозначена дата 13-0-0-0-0. То есть эта дата, если по Григорианскому, соответствовала 13 августа 3113 года до нашей эры, и эта же дата, вот это завершение этого цикла приходит на 21 декабря 2019 года. Майя пользовались универсальной системой летоисчисления. Многие народы Америки позаимствовали ее у них. 21 декабря 2012 года – это день окончания календаря и четвертой эпохи. Мир должен перейти на новый этап своего развития. Кометы, они изначально исторически связывались со всякими катастрофами и все на Земле. Но возможно ли, что существует прямая взаимосвязь между появлением голубой кометы Еленина и землетрясениями? Оказывается, есть способ, при помощи которого это можно проверить. Он называется астрономическое выравнивание. Считается, что мощные землетрясения амплитудой более 6 баллов возникают при следующем условии. Суммарный вектор гравитационных полей двух и более солнечных объектов должен быть направлен строго на Солнце. Мы знаем, что есть гравитация, она объединяет все объекты Солнечной системы, вообще все объекты Вселенной. Но мы на самом деле даже не знаем пока, что такое гравитация. Силы, все взаимодействия, они передаются какими-то частицами. Что передается гравитацией, мы не знаем. К примеру, Марс, Венера, Земля и Солнце выстроились в одну линию 12 января 2010 года. В этот день остров Гаити был буквально уничтожен природной стихией. Более 320 тысяч погибших, полтора миллиона людей остались без крова. Допустим, вот Солнце, Земля и моя комета. Тогда на Земле происходят какие-то землетрясения. Чтобы проверить это, Леонид Еленин сравнивал даты крупнейших землетрясений за последние несколько лет и расположение кометы в Солнечной системе. Я брал дату землетрясения, выстраивал эти объекты на эту дату. И опять же сверху я смотрел, как это все выглядело. И вот что получилось у астронома-любителя. 11 марта 2011 года землетрясение мощностью в 9 баллов около острова Хансю в Японии. Комета Еленина, Земля и Солнце выстроились на одной линии. 27 февраля 2010 года сила сейсмических толчков в Чили достигла отметки 8,8 балла. В небе наблюдалось аналогичное астрономическое выравнивание. Леонид проверил десятки крупных землетрясений за последние три года. Во всех случаях стопроцентное соответствие. Конечно, это какой-то смысл в этом есть, безусловно. Только очень много таких исследований. Они регулярно проводятся и непрерывно, по существу, некими станциями. И специальные люди этим занимаются. В 2010 году сейсмологи лаборатории геологической службы США в штате Колорадо изучили статистику стихийных бедствий за последние 110 лет и пришли к неутешительным выводам. На Земле стартовала эпоха катастроф. Этот период начался в 2001 году. Тогда в Перу был зафиксирован подземный толчок магнитудой 8 баллов. За 10 лет человечество уже пережило ряд землетрясений, не имеющих аналогов в истории. Сколько продлится этот период, специалисты не берутся прогнозировать. Но если верить предсказаниям древних индейцев, 21 декабря 2012 года все закончится вселенским землетрясением. В этот день состоится грандиозный парад планет. Все планеты системы выстроятся нашей на одну прямую линию по отношению к центру галактики и придет синхронизирующий импульс изменения, трансмутации всех этих параметров. И это произойдет во всей галактике. Природные катастрофы – это не единственная беда, которая ожидает планету Земля в ближайшем будущем. Осенью 2011 года комета Еленина максимально приблизилась к Солнцу и сгорела. Но астрономы уверяют, она была лишь предвестником реальной угрозы из космоса. Катастрофы в будущем не миновать. Далее в программе. Тайна Солнечной системы. Очень далеко от Солнца. Вокруг него обращается еще одна планета. Коричневый карлик. Потухшая вторая звезда. Одиночных звезд, на самом деле, не так уж много. Звезда смерти – причина падения астероидов на Землю. Это большое везение, если за несколько месяцев удается открыть. Человечество бессильно перед угрозой из космоса. Тут же у нас тут ядерная зима. Я раскрою все тайны. Вероятность существования в Солнечной системе некой гигантской планеты была предсказана астрономами еще в 19 веке. Ученые обращали свое внимание на тот факт, что орбиты Урана и Нептуна отклонялись от расчетных траекторий всегда на одно и то же значение. Непонятно почему. Тогда уже математики рассказали, что есть где-то за ним крупная планета, и она возмущает его движение. Спустя столетия американские астрофизики столкнулись с необычным явлением. Аппарат Пионер-10 в марте 1972 года стартовал с мыса Канаверал. Годом позже за ним последовал Пионер-11. В то время это были самые совершенные беспилотные космические корабли в мире. Они первыми смогли исследовать дальний космос. Но оба раза ученые отметили странный факт. Аппараты отклонились от заданного курса примерно на 400 тысяч километров. У исследователей НАСА нашлось этому только одно объяснение. Все их исследование это теоретический математический расчет, который указывает на то, что может быть с какой-то долей вероятности очень далеко от Солнца вокруг него обращается еще одна планета. примерно по массе похожая на Юпитер. В 1983 году НАСА запустило на орбиту инфракрасный телескоп ИРОС. Спустя три месяца астрономы заявили, им удалось зафиксировать огромный объект далеко за орбитой Плутона. Но последующие исследования не дали никакого результата. Однако среди астрофизиков появилась так называемая теория второго Солнца. Мало кто знает, но большинство известных современной науки звездных систем в галактике бинарные. Два светила обращаются по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс. Так почему же Солнечная система должна являться исключением? Большинство звезд, да, двойные кратные. То есть одиночных звезд на самом деле не так уж и много. Обычно звезды рождаются как бы не по-геночке. Американский астрофизик Дэниэль Уитмайер одним из первых предположил, что у Солнца есть спутник. Коричневый карлик, погасшая сотни миллионов лет назад звезда. Тогда предполагалось, что именно с этой звездой связаны периодические вымирания всей биологической жизни на Земле. В шутку ее назвали звездой смерти. В результате исследований ископаемых останков различных форм жизни, найденных в нескольких регионах Земли, ученые пришли к выводу. За последние 250 миллионов лет произошло 12 массовых вымираний. Все они были связаны с падением на Землю гигантских астероидов. Наличие у Солнца далекого массивного спутника, который тоже где-то там далеко вокруг Солнца летает и опять же своим тяготением время от времени кометные тела сбрасывает на Солнечную систему. Эта гипотеза получила подтверждение в 2010 году в результате открытия гигантской планеты Тюхе. Американские астрофизики утверждают, что ее траектория полета имеет вытянутую эллипсоидную форму. Приближаясь к Солнцу, она, выражаясь научным языком, возмущает орбиты комет облако Оорта. В сторону Земли направляются потенциальные убийцы. Ледниковые периоды, вымирание динозавров, причина этих катастроф одна. Падение на Землю огромных космических тел. Ударная зима это, в принципе, то же самое. То есть выброшенное вещество, пыль, она оседает в ярких садах атмосферы. Солнце от нас будет спрятано, опять же, по разным оценкам, от нескольких месяцев до нескольких лет. Установить периодичность повторения этих событий пока не удается. Очевидно одно. Чем больше кометы астероидов оказывается во внутренней части Солнечной системы, тем больше вероятность попадания одного из них на Землю. Кометы можно наблюдать и за год, более-менее правильно определить их скорость движения и траекторию. С астероидами сложнее, потому что все небо охватить невозможно. Но это большое везение, если за несколько месяцев удается открыть. Находившаяся вблизи орбиты Юпитера научно-исследовательская станция Галилео зафиксировала 7 июля 1992 года невероятное явление. Вот эти кадры. Комета проходила в 15 тысячах километрах от облачного покрова планеты. Приливные силы раздробили ее на 21 отдельный фрагмент, каждый диаметром до 2 километров. Огненная цепочка растянулась на 200 тысяч километров. Когда комета стала врезаться на глазах у многих ученых в тело планеты Юпитер. Это было заснято, это вообще сенсационные кадры. Это жуткое апокалиптическое событие. Интересно, что на Земле о произошедшем стало известно только спустя год. Комета была открыта 24 марта 1993 года в обсерватории Маунт-Паломар в Калифорнии с супругами Юджином и Каролиной Шумейкерами и Дэвидом Леви. Уже в момент открытия она представляла собой цепочку фрагментов. Изучив ее орбиту, ученые смогли предсказать, в июле 1994 года комета врежется в Юпитер. Несколько, десятка два где-то примерно обломков, и вот они бомбардировали Юпитер. Это было зрелище, конечно, потрясающее, то есть они примерно были порядка километрового размера и меньше. При очередном сближении с планетой 16 июля 1994 года все фрагменты кометы врезались в атмосферу Юпитера со скоростью 64 километра в секунду. При этом возникла вспышка с температурой 24 тысячи градусов по Цельсию. Облако газов поднялось на высоту до 3000 километров. В результате взрыв стал наблюдаемым с Земли, для которой подобное столкновение оказалось бы фатальным. Последствия будут чудовищные, если в Землю врежется тело размером в километр, потому что это значит, что тут же наступит ядерная зима. Даже 400 метров и то хватит. На этой фотографии можно увидеть темное пятно, которое возникло на месте столкновения лишь одного из фрагментов кометы. Его диаметр 12 тысяч километров. Мощность взрыва ученые оценили в 6 миллионов мегатонн. Это в 750 раз больше всего ядерного потенциала, накопленного на Земле. Вот такие катаклизмы, связанные с падением крупных тел на Землю, в ее истории случались. Если мы на небе видим тело как вторую Луну, значит, у нас осталось несколько минут на то, чтобы привести свои мысли в порядок. Ну и, в общем, все. Возможные последствия столкновения Земли с большим космическим телом мы можем наблюдать каждую ночь. Это единственный спутник Земли, Луна. Примерно 4,5 миллиарда лет назад планета Гея столкнулась с планетой Тея. В результате этого часть материи была выброшена на околоземную орбиту. Из этих обломков и образовалась Луна. Луна — это, возможно, кусок от Земли. Протоземля столкнулась с объектом размером с Марс. Покасательный и вот выбитый вот этот кусок Земли, он потом сформировался В результате удара Земля получила резкий прирост скорости вращения и дополнительный угол наклона оси. Благодаря этому на планете появилось уникальное явление смена сезонов. Некоторые ученые считают, что в результате этой космической катастрофы могла появиться жизнь на планете Земля. очевидно маловероятность столкновения тела марсовых размеров с Землей под таким углом, чтобы Земля в свою очередь не была разрушена, откалывавшиеся ее куски сформировались в дополнительную планету Луна. Плюс к тому благодаря столкновению сложились условия для мощной литосферной тектоники, которая обеспечила цикл углеродного воспроизводства. Собственно говоря, все это легло в основу гипотезы об уникальности возникновения жизни на Земле. А для уничтожения жизни на Земле достаточно столкновения с космическим телом в один километр. Сейчас таких объектов в ближайшем расположении к Земле известно более двух тысяч. Количество астероидов поменьше измеряется десятками тысяч. Имеются примеры того, как такого размера тела пролетало мимо Земли и обнаруживалось на уходящем участке траектории. То есть мы его обнаруживали не за неделю, не за месяц, обнаруживали мы его потом, когда максимальное сближение с Землей уже произошло. В ноябре 2008 года на подлете к Земле был зафиксирован небольшой астероид. В момент его обнаружения стало понятно. Сделать уже ничего нельзя. Оставалось только наблюдать падение космического тела. Астероид был найден на подлете к Земле и стало понятно, что он врежется в Землю. В момент обнаружения до падения на Землю прошло 20 часов. Но на этот раз все обошлось. астероид упал в Нубийскую пустыню в Судане. А если бы он врезался в атомную электростанцию или в крупное нефтяное хранилище, последствия могли бы быть катастрофическими. Пустых мест уже на Земле мало осталось. Плюс к этому гидростанции, атомные электростанции и прочие уязвимые объекты на Земле. В общем, эта опасность реальна. и даже тело, считающееся небольшим по космическим меркам, может принести очень значительный ущерб. Статистика последних лет неумолима. Количество новых астероидов и комет в Солнечной системе неуклонно растет. На данный момент известно более 500 тысяч объектов разной величины. Но это лишь малая часть того, что на самом деле находится в ближайшем к Земле космическом пространстве. Задача номер один для астрономов всего мира определить из них наиболее опасные. Поставили задачу обнаружить астероиды от километра и выше. Почему? Потому что это так называются астероиды-убийцы, которые падение катое приводят по сути глобальную катастрофу. Пока ученые думают как решить эту задачу, всегда существует вероятность неожиданного столкновения Земли с астероидом. По имеющейся информации правительства многих стран уже приготовились к предстоящей вселенской катастрофе. Все правители создали себе уже убежище для элит, элиты, руководства стран и так далее. Американцы в скалейстых горах, китайцы в Тибете, Европа в Гренландии убежище судного дня. Далее в программе они приближаются к Земле. Пять крупных астероидных тел, которые двигаются к нашей планете. И катастрофы уже не избежать. Ожидать падения, в принципе, можно в любой момент. Заговор против человечества. Руководство всех стран создают убежище на этот период. Мы проникли в секретный подземный город. Вот мы с вами приехали. Я раскрою все тайны. В октябре 2010 года помощник американского президента по науке и технической политике Джон Холдрен представил Бараку Обаме вот это письмо. Заглавие стоит. США должны быть готовы к столкновению кометы с Землей. Если мы сейчас не предпримем меры безопасности завтра может быть поздно, господин президент. Добавил он лично. Письмо представляет собой основательный труд на тему необходимых мер защиты Земли от столкновения с небесными объектами. Для этого прежде всего предлагалось увеличить количество мощных телескопов в космосе. Их задача сканирование Солнечной системы в поисках потенциальной угрозы. Ученые США и Канады обнаружили пять крупных астероидных тел, которые двигаются к нашей планете. Письмо американскому президенту прилагался вот этот график. Он показывает резкое увеличение появления астероидов и комет во внутренней Солнечной системе за последние 30 лет. Разница действительно поражает. Околоземное пространство просто кишит, пронизано огромным количеством метеороидов, астероидов, комет. 14 декабря 2009 года на околоземную орбиту был выведен ультрасовременный телескоп ВАЙС, тот самый, которому удалось обнаружить местоположение Тюхе. Но главная его миссия в космосе полный обзор неба и поиск астероидов и комет сближающихся с Землей. Мы ничего не знаем практически о том, что вокруг нашей планеты делается. Поэтому ожидать падения в принципе можно в любой момент, хоть сию минуту. 28 ноября 2011 года журналисты издания Вашингтон-Пост опубликовали эти фотографии, сделанные около Белого дома. Пресс-секретари резиденции президента США отказываются отвечать на вопрос, что именно на данный момент активно строится на территории главного правительственного здания страны. Как отмечают репортеры, работы ведутся прямо под окном овального кабинета. По неофициальной версии сооружается новый бункер президента. Он будет связан подземными ходами с оперативным штабом, который способен выстоять при ударе оружия массового поражения. Ну, если руководство всех стран создают убежище на этот период и на случай, это о чем-то, наверное, говорит все-таки. Это серьезные вещи, которые действительно имеют место. Известны линии разломов, где можно выжить, где, так сказать, уцелеть? В съемочной группе программы «Тайны мира» удалось проникнуть на сверхсекретный объект на территории России – обеспечение Росрезерв. Он построен еще в советское время на случай ядерной войны, но до сих пор ни разу не использовался по назначению. тем не менее к любому неожиданному ЧП здесь всегда готовы. Это же все-таки закрома родины. Поэтому тут и контроль, и работы много. Местоположение этого объекта государственная тайна. Единственное, что мы имеем право разгласить, он находится глубоко под землей. по условиям работы в шахте у нас горные выработки, поэтому получаем вот такие вот лампы. Глубина, на которую спускается съемочная группа, впечатляет. Сколько метров отделяет нас от поверхности земли, нам точно неизвестно. Спуск на шахтерском лифте занимает несколько минут. Ни одна атомная бомба не достанет. Тем более ствол, по которому мы опускаемся, там сверху, он перекрывается лядами. Там есть такие створки, и ствол полностью изолируется. Вот мы с вами приехали. Точные масштабы секретного подземного строения нам неизвестны. Видны лишь километровые коридоры, которые расходятся в разные стороны. Здесь и убежище для людей, и автономные электростанции, и системы очистки воды и воздуха. Будь то катастрофы, будь то техногенные катастрофы, наводнения и прочее, и в том числе вооруженные конфликты и война. То есть для нас как бы разницы нет. Мы готовы и в том числе и к войне. Это вы видите запасы сахара, которые там где-то за горизонтом кончаются. Это защитное сооружение способно выдержать практически любую природную или техногенную катастрофу. Судя по забитым хранилищам, с тушенкой, сухим молоком и прочими продуктами, запаса еды здесь хватит надолго. Сколько людей способно вместить это убежище? Секретная информация. Вся работающая смена укрывается здесь под землей. Ну, население не скажу, но работники комбината однозначно. Как бы то ни было, попасть сюда можно только по специальному разрешению. В противном случае у незваного гостя здесь нет никаких шансов. У нас патрулируют территорию люди с собаками, у нас два системы электронной защиты, и поэтому наши предприятия на сегодняшний день, это не моя оценка, это оценка тех, кто проверяет нас, являются наиболее защищенными. На данный момент самая вероятная дата апокалипсиса 13 апреля 2029 года. В этот день астероид Апофис пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Если он будет захвачен в так называемую гравитационную ловушку, столкновения с ним не избежать. Далее в программе Апофис астероид-убийца. Он пролетит на расстоянии геостационарной орбиты. Ученые предупреждают, возможно, столкновение с Землей. У нас еще есть время до 29-го года. И как избежать вселенскую катастрофу? Из-за своей гравитации потихонечку это все будет отклонять. я раскрою все тайны. Располагая данными об орбите и массе астероида, астрофизики способны рассчитать траекторию его полета на десятки лет вперед. Основываясь на этих данных, они выставляют оценки степени опасности столкновения с Землей по так называемой Туринской шкале. От нуля до 10 баллов. В декабре 2004 года самый высокий уровень опасности за всю историю наблюдений получил астероид Апофис. 13 апреля 2029 года он должен пройти на минимальном расстоянии от нашей планеты в 29 тысячах километров. В этот момент сила гравитации Земли может изменить его орбиту и притянуть к себе. В 29-м году и он пролетит на расстоянии геостационарной орбиты. Неопределенность его движения известная на сегодняшний день зависит от того в какую-то он гравитационную ловушку должен попасть. Размер этой гравитационной ловушки около Земли пока не определен. Но еще раньше в 2013 году он пройдет мимо Земли на более безопасном расстоянии. В 2013 году снова с нами сблизится и мы будем его наблюдать и уточнять орбиту. Астероид Апофис был открыт в 2004 году в обсерватории Китпик в штате Аризона в США. Он назван в честь древнеегипетского бога Апопа. Апофис его греческое произношение. Это огромная змея-разрушитель, которая живет в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце Ра. У нас еще есть время до 1929 года. В принципе и американцы именами начались проработки миссий к этому Апофису. Диаметр Апофиса 320 метров. Масса 100 миллионов тонн. По оценке НАСА мощность удара от столкновения планеты с таким астероидом эквивалентна взрыву в 506 мегатонн. Диаметр кратера достигнет 6 километров. Для сравнения энерговыделение при взрыве самой мощной в мире водородной бомбы 100 мегатонн. Специалисты Национального аэрокосмического агентства разработали несколько вариантов спасения Земли. Подлететь к Апофису, выровнять опять же скорости и рядышком лететь массивный космический аппарат будет лететь, который за свой счет своей гравитации потихонечку это все будет отклонять. Подобные сложные технические манипуляции в НАСА уже опробовали на других астероидах. Ученым удавалось незначительно повлиять на их орбиты, но полностью поменять движение небесного тела им еще не под силу. Другой вариант уничтожить Апофис ядерным взрывом. Но результат такого воздействия считается непредсказуемым, а потому опасным. Во-первых, мы его не разрушим, потому что это десятки миллионов тонн, может быть, поэтому если мы его разрушим, то еще не факт, что лучше. При взрыве мы не можем просчитать, как изменить свою орбиту. У человечества есть еще 17 лет для того, чтобы придумать способ защиты Земли от астероида Апофис. В противном случае 13 апреля 2029 года может стать для нашей планеты днем глобальной катастрофы, последствия которой предвидеть сейчас невозможно.